Субтитры сделал DimaTorzok Кремль пока надеется, что переговоры состоятся Удар по олимпийским надеждам Международный олимпийский комитет Лишает россиян медалей за игры в Сочи И здесь квалифицируют атлетов И все это незадолго до игр в корейском хенчане А также День ветеранов в США Как в Америке дают почести Бывшим военным и участникам вооруженных конфликтов Узнаем в прямом эфире В рамках часа новости экономики От наших коллег в Нью-Йорке Начинаем по традиции с дайджеста новостей От Олеси Круглякова Спасибо, Роман Коротко о событиях в мире и США Президент Трамп на саммите АТС во Вьетнаме Заявил, что США больше не будут терпеть Систематическое злоупотребление И намерены настаивать на честных переговорах И правилах и равенстве По словам Трампа, Соединенные Штаты готовы заключить Соглашение о двусторонней торговле С любой страной Индо-Тихоокеанского региона Но только на базе взаимного уважения И взаимной выгоды Мы рассчитываем, что рынки будут в равной степени Открыты для обеих сторон и что инвестициями Будут руководить частные инвесторы А не правительственные чиновники Сказал президент Восстановление торгового баланса между Азией и США Один из центральных пунктов его программы Америка прежде всего Нацеленный на защиту американских рабочих Президенты США и России Поприветствовали друг друга на саммите АТС Произошло это перед общим фотографированием Лидеров стран-участниц Когда Дональд Трамп подошел к Владимиру Путину Пожал ему руку и обменялся несколькими фразами На фотографировании президенты остались стоять рядом Однако во время приема Который состоялся после церемонии Сидели в разных концах стола Это была первая неформальная встреча Лидеров России и США На возможность которой намекала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакоби Сандерс При этом она заявила, что официальной встречи Трампа и Путина в Донанге не будет В связи с загруженным расписанием обеих сторон США и Россия близки к достижению договоренности По урегулированию ситуации в Сирии После победы над исламским государством Об этом сообщает агентство Associated Press Со ссылкой на анонимные источники В центре переговоров три основных темы Предотвращение конфликтных ситуаций Между американскими и российскими войсками Доэскалация насилия в рамках гражданской войны И возобновление мирных переговоров При посредничестве ООН Кроме того, возможно продление мандата Совместного центра мониторинга Созданного в этом году в Омане С целью отслеживания нарушений режима прекращения огня Российский государственный телеканал RT Уступит требованию США О регистрации в качестве иностранного агента Однако при этом планирует обжаловать его в суде Об этом заявила главный редактор Канала Маргарита Симоньян Добавив, что считает это требование Противоречащим законодательству Официальный представитель МИД России Мария Захарова Заявила о возможности ввода зеркальных санкций Против американской прессы уже на следующей неделе А в Госдуме предложили приравнять к иностранным агентам Не только зарубежные СМИ, но и иностранные соцсети RT должен выполнить требования Министерства юстиции США К понедельнику Глава парламента Каталонии Карме Форкадель вышла из тюрьмы Аль-Калы Мекко в Мадриде После внесения залога в размере 150 тысяч евро Она была заключена под стражу в четверг За то, что сыграла существенную роль В провозглашении независимости автономии Согласно условиям освобождения До судебного заседания Она должна каждую неделю появляться в суде А также не имеет права покидать Испанию Ранее испанский суд выдал ордер на арест Восьмерых бывших членов правительства Каталонии В числе которых отстраненная должность И глава региона Карлис Пучдемон Находящийся сейчас в Бельгии Элитарный гольф-клуб Мар-Алаго во Флориде Принадлежащий президенту Дональду Трампу Получил разрешение федерального правительства США Временно принять на работу 70 иностранных сотрудников В качестве обслуживающего персонала Включая домработниц, официантов и поваров По утверждению менеджеров Такая необходимость возникла накануне напряженного туристического сезона Поскольку клубу не удалось найти претендентов На эти места из числа граждан США При этом сам президент Трамп Постоянно подвергает критики американские компании За то, что они приглашают на работу иностранных специалистов В ущерб американским гражданам Это пока все новости Рома, тебе слово Да, спасибо, Олесь Мы начинаем с саммита АТС во вьетнамском Дананге Куда съехались главы 21 государства Азиатско-Тихоокеанского региона Дональд Трамп уже выступил с речью О торговых отношениях США с партнерами по АТС Который предупредил, что Америка больше не будет терпеть перекос в торговом балансе Встретился Дональд Трамп и с Владимиром Путиным Хотя и пока не в том формате, на который рассчитывала Москва Дарья Дейгут следит за поездкой американского президента Сперва рукопожатие, затем Дональд Трамп выбирает место на фото Возле Владимира Путина Одинаковый дресс-код глав государств Синяя шелковая рубашка Дань традиции Для этого совместного фото президенты надевают вьетнамскую национальную одежду При галстуках Трамп и Путин на этом саммите АТС встречаться не будут Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерса в интервью журналистам сослалась на плотный график главы государства Впрочем, не исключила, Трамп и Путин могут встретиться неформально, столкнуться в коридорах саммита На такую якобы случайную встречу все еще рассчитывают и в Кремле Мы пока не совсем понимаем, мы не совсем понимаем, но терпеливо продолжаем работу с тем, чтобы выйти на какое-то понимание Но, проще говоря, оба президента в городе находятся, так или иначе пересекутся Визит на саммит АТС это уже четвертая остановка в азиатском турне главы Белого дома Выступая перед членами организации, а это 21 страна, американский президент говорил главным образом о торговле Существующие правила игры на международных рынках он считает нечестными На протяжении многих лет США открывали свою экономику Мы снизили тарифы, уменьшили торговые барьеры и позволили иностранным товарам свободно пребывать на наши рынки И хотя мы снизили барьеры, другие страны не открыли свои рынки для нас Это, по мнению администрации США, приводит к дисбалансу в торговле Исправить ситуацию Вашингтон предлагает путем отказа от многонациональных торговых соглашений в пользу двусторонних Которые будут учитывать особенности экономики и законодательства каждой страны США и соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве Впрочем, по мнению аналитиков, возможно, убыточное для экономики Участие в подобных союзах приносит США политическую прибыль и влияние в одном из самых быстро развивающихся регионах мира Дарья Диагуц, Филипп Василенко, Настоящее время Америка, Вашингтон По пути во Вьетнам, кстати, Владимир Путин успел в очередной раз раскритиковать США и Международный Олимпийский комитет На который американцы якобы оказывают давление, но совсем не по спортивным причинам По словам Путина, США через проблемы для российских спортсменов хотят повлиять на президентские выборы в России, намеченные на следующий год Это заявление совпало, возможно, и было выяснено последними решениями Международного Олимпийского комитета О лишении России очередных медалей за игры в Сочи и дисквалификации спортсменов Напомним, накануне комиссия Международного Олимпийского комитета под руководством Денниса Освальда объявила о новых санкциях Обсудим все эти новости с главным спортсменом Вашингтонской редакции Настоящее время Рафаэлем Саковым Рафаэль, приветствую Давай напомним снова, все-таки о каких спортсменах идет речь, с каких видов спорта Да, Роман, в первую очередь хочу добавить, что дела этих спортсменов рассматривались уже почти полтора года И сейчас просто так получилось, что они буквально следуют одно за другим от комиссии МОК Им предшествует слушание с участием самих спортсменов, которые приезжают целыми группами в Лозанну Как минимум 28 подозреваемых, мы не знаем точного числа спортсменов, которые будут вызваны на такие слушания Но на данный момент решения приняты по семи спортсменам Шестеро из них дисквалифицированы уже за нарушение антидопинговых правил Все они российские лыжники Это в первую очередь Александр Легков, обладатель золотой медали в лыжном марафоне на 50 км и серебра в эстафете А также трехкратный серебряный медалист Сочи Максим Валикжанин, который стал вторым в марафоне Кроме того, дисквалифицированы не получившие медали в Сочи Евгений Белов, чемпион мира 2013 года Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова Их результаты в Сочи полностью аннулированы и они пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх Лишь один представитель России на данный момент оправдан, его имя не разглашается, но, как сообщают российские СМИ, речь идет о фигуристке Аделине Сотниковой, скорее всего Которая завоевала золотую медаль в женских соревнованиях Решение принято внутренней комиссией Международного Олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, которая расследует конкретно допинг-пробы с ИГР-2014 Включая те самые царапины и прочие следы на подмененных банках, как утверждает экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, руководивший временной сочинской лабораторией Его утверждения были частично подтверждены доктором Ричардом Маклареном, который проводил независимое расследование для ВАДа Вторая комиссия МОК, председателем которой является Самуэль Шмидт, проверяет причастность российских властей к мошеннической схеме Как нам сообщили в МОК, оба расследования продолжаются, Рома, и конкретных сроков их завершения пока нет, но тем не менее информация будет поступать поэтапно, как и в случае с этими лыжниками Напомним, надо напомнить, что часть дел вообще была закрыта в связи с тем, что... Не нашли достаточно улик, да Надо, я должен все-таки уточнить и для наших зрителей Сейчас объявлено о лишении наград и дисквалификации Это сделано и решено, и закрыто, или все-таки может быть оспорено? С точки зрения Международного Олимпийского комитета это уже окончательное решение По крайней мере из результатов Олимпийских игр на официальных страницах МОК уже удаляются вот эти данные спортсменов, которые наказаны При этом почти все они заявили, что намерены обратиться в спортивный арбитражный суд в Лозане Это займет какое-то время, но учитывая то, что Олимпийские игры в Пьенчане не за горами, они стартуют уже 9 февраля Процесс рассмотрения апелляций может быть ускорен, как это было в случае с представителями летних видов спорта перед Рио-2016 Кроме того, решение МОК не означает, что они не могут эти спортсмены принимать участие в других соревнованиях, кроме Олимпиады Решение за конкретными федерациями, которые проведут собственные слушания Однако, маловероятно, что, к примеру, Международная лыжная федерация, вопреки решению МОК, решит допустить отстраненных лыжников до чемпионата мира или этапов Кубка мира, соответственно Что касается медальной таблицы, я думаю, мы сейчас ее увидим на наших экранах Если помните, Россия заняла в ней первое место как по количеству золотых медалей, их было 13, так и по общему числу медалей 33 С учетом промежуточных изменений российская сборная пока сохранит лидерство, но уже всего на одно золото будет опережать норвежцев 12 против 11, а в сумме лишь на одну медаль больше будет у российской сборной, чем у американских спортсменов Вот мы сейчас видим эту таблицу, 29 против 28 медалей, что интересно, как раз американская шкала учитывается именно по количеству, по общему, а в Европе и в России по золотым, то есть, соответственно, первое, второе место Не могу не спросить про теории заговора, которая активно обсуждается, слова господина Путина о том, что это связано с выборами, оставим на его совести, но многие сейчас как раз говорят о том, что все это результат заговора, чтобы не допустить россиян и к зимней олимпиаде Ну, в заговоре обвиняют в первую очередь Григория Роченкова, бывшего главу Московской антитопинговой лаборатории и, соответственно, и сочинской временной И его откровение публиковала газета New York Times, то есть сейчас действительно большой вопрос, пойдут ли в данном случае представители Международного Олимпийского комитета на полное или частичное, как это было в случае с Олимпиадой в Рио, отстранение российских спортсменов Тот же Роченков, кстати, в недавней колонке для New York Times призывает как минимум допустить спортсменов в нейтральном статусе, то есть выступая под флагом Олимпийского комитета, а не под флагом российским В интервью нашей программе обозреватель New York Times Кристофер Клэри, который, кстати, работал на 14 Олимпиадах, высказал свое мнение относительно возможных санкций Давайте послушаем, что он сказал Чем больше таких решений МОК, тем более убедительным являются свидетельства нарушений Однако я все еще считаю маловероятным, что МОК отстранит Россию в полном составе от игр в Пхенчхане Руководители МОК продемонстрировали ранее, что не особо склонны двигаться в данном направлении У них была возможность жестче наказать Россию перед летними играми в Рио Буду очень удивлен, если исполком МОК на заседании в декабре, принимая решение о санкциях в отношении России, пойдет на полное отстранение от Олимпиады Вот как уже сказал Кристофер Клэри, мог встретиться 5-7 декабря и, скорее всего, вот это решение будет принято в эти даты Однако уже на следующей неделе Всемирное антинопинговое агентство ВАДА рассмотрит вопрос возможного восстановления членства РУСАДА в организации На основании доклада комиссии Макларена ВАДА признала РУСАДА несоответствующим кодексу организации Однако если решат, что в российском антинопинге наметились вот эти положительные изменения Это хоть и косвенно может увеличить шансы российских спортсменов на участие в Олимпийских играх Реакция на последние решения МОК в России крайне отрицательная, а президент Путин и вовсе в своем комментарии заявил, что допинг-пробы хранились, дескать, в МОК два года Цитата, что с ними там делали, кто там царапал или кусал их, мы этого не знаем Судя по всему, Рома, на смену олимпийскому девизу быстрее, выше, сильнее может прийти новый девиз царапать, кусать, побеждать Но при этом, что можно сказать еще дополнительно, спортсменов не лишат, скорее всего, призовых, которые им выдали непосредственно уже в России Поскольку это не официальные призовые, которые МОК предоставляет, за олимпийские не полагаются призовые деньги Но вот в России не намерены лишать спортсменов, даже если их лишили медаль Мне интересно, вот спортсмены, последователи, к примеру, некоторых россиян, которые отказывались возвращать свои медали Многие могут последовать Спасибо, Рафаэль Исааков, мы обсуждали скандалы вокруг российско-олимпийской сборной Решением международного олимпийского комитета лишить россиян медалей и дисквалифицировать их от участия в олимпиадах Продолжим Пока американский президент путешествует по странам Азии, внутри страны по-прежнему в списке самых обсуждаемых тем публикация райского досье Документов об обшорных счетах компаний граждан, которые таким образом уходят от налогов И если самим фактом, в смысле ухода от налогов мало кого удивишь То обнаружение в числе уклонистов дюжины членов администрации Белого дома послужило поводом для волны критики Андрей Деркач о новых разоблачениях Ничего незаконного в офшорах нет Схему, помогающую избежать платы налогов, богатые люди и их адвокаты называют оптимизацией Через офшоры Мадонна оптимизирует производство медоборудования Елизавета II — перепродажу товаров для дома А певец Боно — работу своего магазина в Литве Они не нарушают закон Но с другой стороны, эта схема недоступна для обычных людей Представителей малообеспеченного или среднего класса Которые платят налоги на все — еду, одежду, машины А эти парни владеют самолетами на миллионы долларов и не платят налоги Оптимизация налоговых стратегий таких компаний, как Google, Amazon и Microsoft Ежегодно обходятся США в 240 миллиардов долларов В этом ряду и крупнейший налогоплательщик в мире — компания Apple, которая, согласно райскому досье, в 2015 году перенесла часть своего бизнеса, расположенного в Ирландии, в офшорную зону Более ста американских университетов засветились в офшорах Многие участвовали в проектах, которые противоречат заявленным принципам, в частности, наносящим вред окружающей среде Когда речь заходит о больших деньгах, моральные ориентиры сбиваются Многие люди вправе думать, что избегать уплаты налогов — это аморально По их мнению, неправильно, если твоя компания, имеющая к тебе прямое отношение, зарегистрирована за тысячу миль от твоего местонахождения на каком-то далеком острове Более половины всех лиц и компаний, фигурирующих в райском досье, являются американскими Появилось досье как раз в момент жаркого обсуждения в США налоговой реформы То, что в досье оказался Гэри Конн, вдохновитель реформы и советник Трампа, только подлило масло в огонь Он был президентом стольких офшорных фирм, что они с трудом влазят в график, который иллюстрирует это То, что мистер офшор является автором новой версии иностранного корпоративного налога — уже причина дополнительно изучить этот документ на наличие новых лазеек 13 членов администрации Трампа оказались в райском досье Выяснилось, что компания министра торговли Уилбора Росса занималась транспортировкой нефти и газа для российской фирмы, управляемой друзьями и зятем Путина А зять Трампа, Джаред Кушнер, связан одним бизнесом с Юрием Миллером, который в свою очередь инвестировал деньги Газпрома и находящегося под санкциями ВТБ банка, Фейсбук и Твиттер Эти компании сейчас в центре расследования российского дела, которое ведет спецпрокурор Мюллер В результате анализа мы не натолкнулись на факты прямого Сегодня политические темы в Соединенных Штатах отошли несколько на второй план Страна отмечает День ветеранов И чтобы воздать почести бывшим американским военным и участникам вооруженных конфликтов Сегодня многие жители Калифорнии приедут на национальный мемориал Солидат Там побывала Ангелина Богдасаряна Мемориал был задуман в 1952 году Два года спустя возвели вот этот крест в честь ветеранов двух мировых войн и корейского конфликта Место было выбрано не случайно С горы Солидат открывается живописнейший вид на Сан-Диего Высота этого холма почти 270 метров Поэтому виды здесь захватывающие А когда люди оборачиваются, они видят этот мемориал Каждая плитка – это история ветеранов Всего их тут около пяти тысяч Люди, увековеченные на этом мемориале, служили в армии США и служили достойно Джеки Кокрон – легендарный пилот На ее счету рекордные полеты во время Второй мировой Есть тут и семейные пары, служившие в американской армии Все чаще мемориал пополняется и ветеранами ближневосточных конфликтов Это Афганистан и Ирак А это Льюис Визерспон Он служил во время операции «Буря в пустыне» В этом году в День ветеранов на мемориале установят новые таблички Сейчас ведутся последние приготовления Все это делается на пожертвования в фонд ветеранов В чью-то честь плитки установят посмертно А кто-то будет участвовать в закладке лично Ангелина Богдасарян, Вазген Воржебетян Настоящее время, Америка, Сан-Диего Торжества проходят по всей стране И в эти минуты, в том числе в американской столице Узнаем больше у нашей коллеги Леси Бокалец Которая выходит в прямой эфир из центра Вашингтона Леся, приветствую, расскажи где ты и что у вас происходит Здравствуй, Роман На самом деле День ветеранов отмечается завтра, 11 ноября Но некоторые торжества начали уже сегодня Мы сейчас находимся на мемориале военно-морских сил США И вы можете увидеть за моей спиной Вот буквально несколько минут назад началось мероприятие Жаль, мы не успели Вот буквально 3 минуты, как пропустили торжественный марш нынешних военнослужащих Это было невероятно красиво А вот ветераны, которые уже отслужили Они начали собираться возле мемориала заранее И с некоторыми из них нам даже удалось пообщаться Все они в один голос говорят Это очень важный день для них Но особенно это отмечали ветераны вьетнамской войны Поскольку эта война, в отличие от всех остальных, была очень непопулярной среди американских жителей Когда мы вернулись после Вьетнама, нас никто не встречал, не чествовал Это была непопулярная война Поэтому сегодня, когда один ветеран вьетнамской войны видит другого Даже если они не знакомы, они обязательно говорят друг другу Добро пожаловать домой Также здесь нам удалось познакомиться Действительно, настоящая удача С ветераном Джоном Прокоповичем Когда я его спросила, откуда же такая русская фамилия Оказалось, что его родители родом из России Он тоже служил во вьетнамской войне И отмечает, что государство ветеранов поддерживает очень сильно И он доволен тем, как его жизнь сложилась после военной службы В отношении к ветеранам стало лучше Особенно, что касается госпиталей Тот в Питтбурге, где я прохожу лечение, просто замечательный И что еще важнее, ветеранов уважают Молодые военнослужащие, нынешние, с которыми мы здесь пообщались Собственно, согласны, солидарны с Джоном Говорят, что они уже знают, что по окончанию военной службы У них будет замечательное соцобеспечение Потому что, например, сейчас уже оплачивают учебу У них будут скидки на покупку жилья Много социальных выплат Но сегодня эти современные военнослужащие сюда на парад Пришли в старой форме времен Второй мировой войны И оказывается, что это их обязанность Эту форму держать в таком красивом виде А вот эти белые головные уборы Которые вы можете тоже Не знаю, насколько отсюда видно Но видно, что они такие ярко-ярко прям белые Вот они тоже специально, у них есть способ, каким образом они их фиксируют И я дальше предлагаю послушать этот народный, скажем так, способ В ней удобно Конечно, к вечеру я в ней устану Но зато тепло Гетры греют, пояс хорошо фиксирует форму Воротничок не совсем удобный, но тоже защищает от ветра Собственно, вот этот военнослужащий не договорил Что они используют крахмал для того, чтобы поля головного убора Были плотно зафиксированы И сейчас, несмотря на сильный ветер Все равно головной убор у них держится на голове, собственно Ну и важно отметить, что День ветеранов Впервые был отмечен в 1919 году Тогда его отмечали как День перемирия Потому что годом ранее США и их союзники подписали перемирие с Германией Тем самым окончив Первую мировую войну Роман? Леся, спасибо Леся Боколец следит за торжествами в центре американской столицы Явно восхищается некоторыми секретами военных В конце этого декабря исполнится 5 лет со дня принятия в России Закона Димы Яковлева Или, как его еще называют, закона подлецов Документ, принятый в ответ на американский закон Магницкого Запретил гражданам США усыновлять российских детей До этого, по официальной статистике, с 1999 года более 46 тысяч детей из России нашли новую семью в Америке В настоящее время Америка продолжает специальный проект Светланы Прудовской Которая много лет назад встречалась с усыновителями и только приехавшими в страну сиротами И вот годы спустя она решила вернуться к своим героям, чтобы узнать, как сложилась их судьба Брайан и Мэтью Дивайн были усыновлены из детских домов Брянской области 16 лет назад сотрудники организации World Links пригласили группу детдомовцев на летние каникулы в маленький город в штате Пенсильвания В этой группе оказались и эти ребята Именно тогда случилось чудо Принимающая американская семья так полюбила мальчишек, что решила их усыновить Сначала приехал Брайан, а через год Мэтью, так они стали братьями Очень скоро в их семье появились и другие дети из детских домов Я вам расскажу одну историю, это произошло сразу после того, как меня усыновили Мой папа повел нас на хоккей и мы вышли поесть Мне заказали куриные крылышки и картофель фри Все закончили есть, но я еще не доел картофель Я взял все, что осталось, положил себя в карман и ел в течение всей игры Для меня тогда это было нормально, я только что был усыновлен В детском доме мы всегда забирали с собой еду, которую не доели Клали под подушкой и ели по ночам Сейчас, вспоминая все, это выглядит забавно Но тогда все мои шорты были в жирных пятнах от картофеля и всего остального Было смешно Неизвестный язык, незнакомые одноклассники, необычные праздники Все это кружило кольцом со всех сторон Старший Брайан поддерживал Мэтью с самых первых дней его приезда Началось все с его приезда Тогда поливалась трава на школьном поле и во время переменной он решил пробежать через все струи воды и промок Нашей маме позвонили в школу и сказали принести ему сухую одежду, потому что это произошло в обед Ему нужно было 3-4 часа еще находиться в школе и он не мог вернуться в класс, он был весь мокрый Так что это было весело для моей мамы, я уверен Таких веселых моментов в начале новой жизни было немало, но с каждым годом, взрослея, братья понимали, как менялось их поведение Да, я думаю, это пришло ко мне из моей семьи и от Брайана О, это так мило И от моих друзей в том числе, потому что у меня много друзей, которые были усыновлены Есть друг из Гватемалы, который был усыновлен, когда он был совсем ребенком И я вижу, как они с возраста меняются И я вижу, как я изменился, когда приехал сюда Они учились в одной школе, но в разных классах Уроки, друзья, спорт, все было общее Я занимался пауэрлифтингом в старших классах с Брайаном Он был моим тренером, мы ездили в Коста-Рико и Швецию Мэтью принимал участие, был чемпионом международных соревнований Да, спасибо Брайану Теперь, когда школа позади, в их жизни начался новый период Я только что закончил школу, собираюсь идти в колледж, изучать механику дизельных установок А Брайан уже закончил колледж и получил диплом строителя Сразу после этого я нашел работу Правда, не лучшую, но хорошую работу Позже мой отец поговорил с компанией, которая строила наш дом И меня взяли на работу и в эту компанию В свои 23 года Брайан уже женат Я женился две с половиной недели назад Только что вернулся с медового месяца Мы ездили в Доминиканскую республику Это было прекрасно Фамилия моей жены – Велком Добро пожаловать Да, это смешно, не правда ли? Она тоже занимается со мной пауэрлифтингом У нас много общего Мы надеемся купить дом в следующем году В Америке принято вступать в брак в более зрелом возрасте Когда уверенно стоишь на ногах А за спиной успешно построенная карьера И женатый в 23 года мужчина – это немного странно Потому что я влюбился и я знал, что я хочу делать И похоже, Брайан действительно знает, что является приоритетами в его жизни Я бы сказал, семья, быть счастливым, следить за собой и за тем, что ты делаешь Потому что какой смысл делать что-то, если это не приносит тебе счастье? И мне кажется, ко мне это пришло с усыновлением Потому что ты понимаешь, что после этого обретаешь новые возможности И ты ничего не принимаешь как данность Брайан и я – мы счастливчики 15 лет назад именно в этом городе ребята родились заново И у них есть серьезные основания, называя себя счастливчиками Светлана Брудовская, Сергей Соколов Настоящее время, Америка Смотрите все сюжеты этого проекта на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях Теперь поговорим о новостях экономических На этой неделе Белый дом отменил послабление в торговых и туристических отношениях с Кубой И теперь американские и кубинские компании, только начавшие налаживать контакты и контракты Подчитывают возможный ущерб Подробно об этом пойдет речь в проекте «Время – деньги» Его ведущий Борис Кольцов присоединяется из нашей студии на Манхэттене Боря, приветствую Есть ли уже понимание, насколько это серьезный шаг, какие будут последствия для бизнеса? Ром, привет Ну, главное пока впечатление – это то, что продолжится процесс выхода американского бизнеса с Кубы Который и так уже продолжается на протяжении последнего, наверное, полугода Когда администрация Трампа приняла первые решения, связанные с охлаждением отношений с островом Свободы Так вот, сейчас один из таких ярких примеров, пускай и не таких глобальных, но, тем не менее, на Кубе сейчас открылось главное такое деловое событие – торговая ярмарка И вот если год назад в этом событии принимало участие 33 представителя США, разные бизнесмены, которые пытались строить бизнес на Кубе, то в этом году всего 13 человек То есть вот уже практически на две трети количество снизилось, хотя, казалось бы, раз уж этот воздух стал выходить, воздух свободы в США в сторону Кубы, казалось бы, должно быть больше год спустя бизнесменов Но вот процесс, практически не развиваясь, умирает И интересно, что вот участвующий в этом событии бывший министр торговли США Карлос Гутьерос, он говорит, что это все обидно, потому что, естественно, освобождающиеся после американцев различные деловые проекты занимают представители других стран И среди них много китайцев и русских Эх, жаль, придется отложить, видимо, планы на отпуск на Кубе на неопределенный срок Спасибо, Борис Кольцов, ведущий проект «Время – деньги» Буквально через 15 минут в нашем эфире новости экономики, данные Сбирж Российский фигурист Евгений Плющенко накануне своего 35-летия выступил на гола представления Ледового театра Нью-Йорка Это было первое выступление олимпийского чемпиона в США за последние 11 лет Почему Плющенко так долго не приезжал в Америку и что его привело в Нью-Йорк? Теперь знает наш корреспондент Михаил Гудкин В Америке Ледовый театр обычно ассоциируется с коммерческими шоу, в которых участвуют звезды фигурного катания Ледовый театр Нью-Йорка – первый в США некоммерческий коллектив, воспитывающий следующих звезд Мы относимся к фигурному катанию как к искусству Мы часто работаем с хореографами и танцорами Наши работы, я думаю, уникальны В этом году в гола представления Ледового театра Нью-Йорка принял участие двукратный олимпийский чемпион Трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко Его выступление на небольшой площадке Челси Пиерст в Манхэттене стало первым в США за последние 11 лет К сожалению, не было времени сейчас Я очень рад, что я приехал через 11 лет и я счастлив Я посмотрел Нью-Йорк, как он расстроился, как строится Но я хочу сказать, что мы планируем большой тур весной с российскими спортсменами Также пригласить американских спортсменов, как Джонни Вейер, канадских спортсменов И мы хотим показать Америке, не только в Нью-Йорке выступить, но вообще выступить по Америке И показать классное, качественное шоу В марте этого года Плющенко объявил об окончании спортивной карьеры Он открыл в Москве Академию фигурного катания и занимается тренерской работой Но по-прежнему с удовольствием выступает перед зрителями Я люблю кататься перед зрителями, для зрителей, с программами своими Это молодость все равно, это молодость Потому что спорт, тем более, ну сейчас уже не профессиональный спорт Я не прыгаю четверные прыжки, напрыгался уже достаточно Но это спорт и все равно в режиме Участие Плющенко в гала представления в Нью-Йорке стало возможным Благодаря его агенту и менеджеру, бывшему фигуристу Ари Закаряну В далеком 91-м году, когда я приехал в Соединенные Штаты с моим партнером Мы тогда акробатический дуэт делали Акопа Манукяна Мы театр, Нью-Йоркский театр, а институты в Нью-Йорке Они первые, которые нам помогли И мы очень быстро получили все важные документы Грин-карты и потом дальше гражданство Но они первые, которые начали с нами сотрудничать И с тех пор я с ними, это у нас общая семья В этом году Ледовый театр Нью-Йорка чествовал Ари Закаряна За его вклад в развитие фигурного катания как спорта и искусства Почетными гостями гала представления Также стали бывшие чемпионы мира и пятикратные чемпионы США Тай Бабелония и Рэнди Гарднер В 1973 году мне только исполнилось 13 лет Я и Рэнди стали первыми американскими фигуристами-любителями, которые соревновались в Москве Это был разгар холодной войны Наши родители понимали, что происходит Мы имели некоторое представление, нам все было интересно Но мы ощущали, что между нами железный занавес С тех пор многое изменилось, включая и само фигурное катание Сейчас в спорте есть деньги, агенты, менеджеры, пиарщики У нас были тренер и родители Мы были настоящими любителями Сейчас больше нет любителей Тай и Рэнди начали заниматься фигурным катанием вместе почти 50 лет назад Они никогда не были супругами, но по-прежнему дорожат своей дружбой Из всех наград и медалей и участия в Олимпиадах я более всего горжусь нашей дружбой Мы сохранили ее, и это украсило нашу спортивную карьеру Карьеру, которая сегодня вдохновляет новое поколение фигуристов Михаил Гудкин, Сергей Гусев, Настоящее время, из Нью-Йорка Калифорния известна своим строгим законодательством в сфере защиты окружающей среды Но стремление заботиться об экологии в этом штате не только инициатива властей Наш следующий репортаж о том, как обычные люди жертвуют свое время и деньги на то, чтобы сохранить чистыми калифорнийские пляжи Раз в месяц на различных калифорнийских пляжах проводится день уборки, инициированный обычными жителями Мы убираем пляжи, чтобы помочь окружающей среде и накопить часы практики, как герлскауты Мы также хотим, чтобы животные не умирали, случайно съев мусор И в конце концов, приятно, когда ты приходишь на чистый пляж Кейтлин и другие активистки ее группы – регулярные участники таких субботников Сегодня они вместе с другими неравнодушными, а таких здесь более 700, за два часа собрали около 60 килограммов мусора По учебникам всего не выучишь И когда ребята, участвуя в уборке, своими глазами видят, к чему приводят загрязнения Это меняет их отношение к окружающей среде Мы объясняем людям, как мусор оказывается на пляжах и какое влияние он оказывает на океан Надеюсь, что те 700 человек, которые были здесь сегодня, узнали, насколько большой вред и животным, и всем народам И вернувшись домой, они изменят свои привычки Перестанут пользоваться пластиковыми соломинками и бутылками Мы за жизнь свободны от пластика Кроме участия в подобных субботниках, у жителей Калифорнии есть и другие способы улучшить экологию побережья Например, приобретая специальный номерной знак, за 20 лет существования которого было собрано 96 миллионов долларов За эти годы было профинансировано 600 проектов, в которых участвовали 2000 школьников В результате мы собрали с пляжей 9,5 тонн мусора Калифорнийцы трепетно относятся к своим пляжам и приучают к этому детей Это и неудивительно Океан для них круглый год является источником неистекаемой энергии Евгения Дюло, «Настоящее время Америка» из Лос-Анджелеса Компания Netflix и HBO готовят два громких проекта Документальный сериал о династии Романовых и продолжение большой маленькой лжи Которая получила несколько наград на последней церемонии Эми Все подробности у Карина Бафраджан Привет, Рома! Netflix выкупил права у продюсерской компании «Нутопия» На экранизацию высокобюджетного документального сериала о последнем русском императоре Николай II Сериал получил название «Последние цари» Всего запланировано шесть эпизодов, в которых будет рассказываться о падении династии Пример состоится в следующем году Компания HBO тоже не сидит сложа руки Весной 2018 года должны начаться съемки второго сезона супер-успешного сериала «Большая маленькая ложь» Исполнит ли Николь Кидман и Риз Уизерспун главную роль пока неизвестно Для Уизерспун, во всяком случае, это не единственный сериал Компания Apple тоже решила покорять телевизионный рынок И в один из своих первых проектов они позвали Риза Уизерспун и Дженнифер Энистон Сериал уже запланирован на два сезона, но официального названия еще не получил Известно лишь, что он будет рассказывать о ведущих утреннего шоу Две знаменитые блондинки уже встречались на съемочной площадке Уизерспун сыграла сестру героини Энистон в одном из эпизодов сериала «Друзья» Ну а теперь немного отвлечемся от новостей шоу-бизнеса и поговорим об иллюстрации, которая переживает настоящий ренессанс Клянцевые журналы и киноафиши вместо фотографий используют рисунки и получают массу восторженных отзывов А профессия иллюстратора становится одной из самых престижных С одним из таких иллюстраторов я встретилась в Вашингтоне «Нарисуй меня!» Эту просьбу Крис Логан слышит регулярно, и это ее нисколько не раздражает Ведь она занимается любимым делом – модной иллюстрацией Но к такой творческой профессии Крис пришла не сразу Я не собиралась становиться профессиональным иллюстратором Я начала активно заниматься рисунком, когда у меня уже появились дети Мне просто хотелось порадовать их детскими картинками Я начала рисовать разных животных и уже затем решила продавать эти изображения в интернете Прежняя работа Крис была далека от искусства и моды Она занималась социальными проектами по защите детей Затем пришлось делать нелегкий выбор между карьерой и семьей Выбрав последнее и оставшись дома с двумя маленькими детьми Крис неожиданно для себя поняла Сейчас идеальное время, чтобы вспомнить главное увлечение детства – рисование Свои работы Крис начала выкладывать в Инстаграме Где как раз и нашла первых поклонников и клиентов Теперь ее иллюстрации появляются не только в собственном профайле Но и на страницах модных журналов и сайтов Я решила воспользоваться ситуацией и попросила Крис нарисовать меня Работы у Крис становится все больше и больше Поэтому подвал в своем доме она превратила в небольшую студию Здесь Крис и создает свои иллюстрации Ну вот мой рисунок и готов Все-таки всегда приятно почувствовать себя фэшн-героиней Например, как Дженнифер Лоуренс на обложке американского ВОК Или она же, но уже на постере фильма Даррена Ароновски «Мама» Иллюстрация, конечно, не подвинула коммерчески более выгодную и понятную фотографию Но уж точно показала, что культура скучает по фантазийному миру художников Я не думаю, что люди когда-нибудь устанут от фотографий Особенно от красиво стилизованных фото Но причина, по которой модные бренды сегодня стали чаще приглашать иллюстраторов Заключается в том, что в наших работах есть что-то личное Неизвестно, как долго будет существовать мода на красочные иллюстрации Но трудолюбие и смелость, по мнению Крис, вполне могут продлить жизнь этому тренду И помогут избежать творческого кризиса Я постоянно совершенствуюсь, я постоянно учусь и всегда говорю «да» новым предложениям Даже когда мне кажется, что я не справлюсь Но в результате у меня всегда все получается Что у Крис точно получилось, так это отобразить модный мир на белом листе бумаги Не менее ярко, чем это делают глянцевые фотографы Только в отличие от них, иллюстратору, чтобы приукрасить этот мир, не нужен фотошоп Хорошего воображения и цветных карандашей будет вполне достаточно Карина Бафраджан, Александр Берген, Настоящее время Америка, Вашингтон Первым за столетие производителем американского бурбона в городе Роквилл, штат Мэрилен, стал иммигрант О том, как у него это получилось, расскажет Александр Григорьев В 2003 году в США работало 60 небольших крафтовых винокурен, производивших крепкий алкоголь Теперь же их более 1200 Одно из них открыл Эдгардо Суниго, который эмигрировал в США из Коста-Рики Я из Коста-Рики, но живу в этой стране 27 лет Я приехал сюда, когда мне было 20 лет Тогда Суниго совершенно не говорил по-английски В Америке он стал поваром Кулинарным искусством учился в США, в Миннеаполисе и в итальянской Флоренции Суниго работал в лучших ресторанах Вашингтона и даже стал владельцем собственного ресторана О котором критик Вашингтон-Пост опубликовал крайний лес новозов Что в США считается большим успехом Я стал действительно хорошим поваром Я научился эффективно управлять людьми на кухне Суниго рассказывает, что несколько лет назад решил самостоятельно приготовить известный итальянский ликер Лиманчелло Но остался недоволен результатом Поэтому он решил заняться самообразованием в области алкогольного производства Я всегда думал о новых идеях И эта мысль появилась совершенно случайно Когда я сидел дома на кухне Моя жена решила, что я сошел с ума Потому что она доктор и разбирается в химии Она сказала, ты сошел с ума Тебе для этого потребуются миллионы долларов Однако повар решил рискнуть И потратил на открытие винокурни около 50 тысяч долларов Как говорит сам Суниго Начало алкогольного бизнеса стало для него логичным продолжением карьеры Я понял, что это похоже на готовку Делать виски – это как варить большой котел каши Суниго открыл винокурню в штате Мэриленд Мэриленд никогда не был известен как центр производства алкоголя В Мэриленде делают пиво, вино и крепкие спиртные напитки Однако на алкогольной карте США и мира Мэриленд практически не заметен Но Эдгарда Суниго не просто открыл винокурню в Мэриленде Он начал делать алкоголь в наименее алкогольном округе штата – Мангамере Прошлым летом газета «Вашингтон пост» написала о Мангамере статью, которая дала говорящие названия Как советская система контроля за оборотом алкоголя сохранилась в одном из богатейших округов США Речь идет о системе, появившейся в Соединенных Штатах сто лет назад, еще в эпоху сухого закона В Мангамере в супермаркетах запрещено продавать любой алкоголь В округе живет более миллиона человек, но там всего 27 магазинов, имеющих лицензию на торговлю крепким алкоголем Поэтому производителям, особенно малым производителям, очень непросто там работать Мы единственная винокурня в Роквилле и во всем графстве Но именно в Мангамере, в городе Роквилле, иммигрант из Коста-Рики и начал впервые за сто лет производить виски, ром, джин и водку Все здесь регулируется федеральными законами и законами штата Чтобы изменить закон на уровне штата, нужно взаимодействовать со штатом А чтобы изменить федеральный закон, идти в Конгресс Когда я открыл производство, я мог продавать только здесь и ни в каком другом штате Поэтому нам потребовалось изменить закон, чтобы получить права дистрибьютора Потом мы изменили закон, чтобы нам разрешили продавать алкоголь на фермерских рынках А в прошлом году губернатор Мэрилэнда подписал закон Я приложил большие усилия, чтобы его приняли Чтобы мы могли продавать свою продукцию ресторанам и барам по всему округу То, что я сделал, поможет всем винокурням Мэрилэнда Винокурня Твин Вэлли создала 9 рабочих мест Эдгарда Суника гордо подчеркивает, что все сырье для производства своих напитков он закупает у местных фермеров Вы смотрите проект Настоящее время Америка Прямой эфир из Вашингтона и Нью-Йорка на канале Настоящее время Смотрите нас в кабельных сетях ваших странах и в любой точке мира через сайт currenttime.tv А также на страницах Настоящее время в социальных сетях На следующие 15 минут мы передаем слово нашим коллегам в Нью-Йорке Проекту Время Деньги Борис Ифертвой Спасибо, Роман Здравствуйте Вы смотрите Время Деньги Ежедневные новости экономики и бизнеса Из финансовой столицы мира В Нью-Йоркской студии Настоящее время Борис Кольцов Коротко о главном На основных мировых торговых площадках сохраняется негативный тренд Китай удерживается в плюсе Кардинально противоположные взгляды Каким видят будущее мировой торговли лидеры США и Китая И в Массачусетсе представлен новый концепт-кар Lamborghini Почему его называют машиной третьего тысячелетия Опасения, связанные с замедлением процесса снижения налоговых ставок в США Перекинулись и на азиатские рынки Токио закрылся почти на процент в минусе Гонконг на 0,05% Индекс Шанхай Композит напротив вырос на 0,16% В Европе котировки сегодня снова толкают вниз результаты компаний за третий квартал Лондон снизился на 0,68% Франкфурт на 0,42% Париж закрылся на 0,5% в минусе В США все биржевые индексы с утра тоже в красной зоне Доу Джонс сейчас в минусе на 0,25% СНП 500 на 0,2% И NASDAQ в минусе на 0,09% Прежде чем обсудить основные события недели на финансовом рынке с нашим постоянным пятничным экспертом Игорем Новгородцевым, предлагаю послушать комментарии на эту же тему экономического обозревателя «Голоса Америки» Джилл Маландрино Несмотря на то, что в среду индексы достигли рекордных максимумов, акции упали в четверг и открылись в красной зоне в пятницу утром, после того, как инвесторы услышали новости о налоговой реформе Сроки сокращения налоговых ставок, а также федеральные и местные налоговые вычеты были одними из ключевых факторов, воспринятых негативно В то время как сезон отчетов подходит к концу, давайте посмотрим на финансовые результаты компаний в третьем квартале Аналитики CFRA отметили, что сезон отчета в третьем квартале оказался достаточно хорошим по нескольким показателям Одним из ключевых показателей оказался рост средней выручки четвертый квартал подряд Важно отметить, что 66% компаний сообщили о лучшем, чем ожидалось росте выручки, что значительно выше исторического значения, которое в среднем составляет около 55% Фактически в каждом квартале 2017 года количество компаний, которые отчитались лучше ожидания аналитиков, составило от 64% до 69% Это показатель качества отчетности, который в меньшей степени зависит от финансовой инженерии и в большей от реального роста за последние годы Рост прибыли на акцию немного снизился по сравнению с первым полугодием, но все же вырос на 6,8% Более 71% компаний индекса S&P 500 превзошли прогнозы S&P Capital IQ во втором квартале, что больше, чем среднее значение в 67% За последние 6,5 лет было всего три случая, когда мы видели более высокие показатели Важно отметить, что менеджмент в 56% компаний в четвертом квартале понизил прогнозы по сравнению с ожиданиями Исторически среднее значение негативных прогнозов составляет 66% Ожидания относительно роста в 2018 начали немного снижаться и сейчас составляют 10,8% против 11,8% шесть месяцев назад Польза от изменений в налоговой политике, расходах на инфраструктуру, репатриации и дерегулировании пока что не были включены в консенсус прогнозы, так как аналитики ждут ясности в политике новой администрации Надежды на реформы оказали поддержку рынку в этом году, что привело к высокой оценке индекса S&P 500 Сейчас замедление экономического роста или невозможность реализации мер по стимулированию экономики остаются основными рисками для рынка Напомню, что со мной студия финансовая аналитика Игорь Новгородцев Игорь, привет! Спасибо, что нашел для нас время Скажи, пожалуйста, как долго рынок еще будет грустить по поводу замедления или не той скорости налоговой реформы, которую все ждали? Наверное, пока не отыграет все авансы, на которых он рос Ну, есть несколько причин, почему рынок идет наверх и надежда на налоговую реформу только одна была из одной Я думаю, что быстро с налоговой реформой ничего не произойдет Поэтому по-прежнему очень разные реформы вышли из Сената и из дома администрации Поэтому они должны быть как бы примирены И я думаю, что по-прежнему будут находить деньги, которые назад отобрать Потому что по-прежнему пока слишком большой дефицит Сенат не может пройти по своим правилам И надо еще чего-то отобрать Что нужно помнить, что эффективный налог для S&P 500 компаний примерно 23-24% Поэтому 20% это не такая большая разница И 3-4% я думаю, что у них отберут по-другому Поэтому для них это не так сильно влияет А вот для Russell 2000, который как раз больше упал, когда налоги стали, так сказать, сомнения по этому поводу У ООН где-то 30-35% у них это более большая разница Поэтому зависит, опять же, какие компании по-разному на это будут реагировать Короткий вопрос На твой взгляд, Wall Street готова к тому, что вот какая-то конкретика реально по принятым документам По снижению налогов появится только после выборов в Конгресс следующей осенью? Я думаю, что да Я думаю, что если посмотреть на так называемые prediction рынки, то предполагается, что скорее всего ничего не произойдет Понятно, спасибо большое Как всегда, очень ясно и коротко, что характерно С нами был наш пятничный эксперт, чаще всего, который у нас появляется по пятницам, Игорь Новгородцев А мы продолжаем Выступление американского и китайского лидеров перед участниками саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Во Вьетнаме продемонстрировали сохранение кардинально противоположных взглядов на будущее мировой торговли Дональд Трамп продолжил критику в адрес других государств, которые, по его мнению, долгое время использовали США для получения торговой экономической выгоды Среди прочих досталось и Всемирной торговой организации Проще говоря, Всемирная торговая организация поступила с нами несправедливо Организации, такие как ВТО, могут правильно функционировать, только когда все участники соблюдают правила и уважают суверенные права друг друга Мы не можем иметь открытые рынки, если мы не обеспечим справедливый доступ на рынки При этом президент США заявил, что не винит другие страны в том, что они пользовались преимуществами за счет США Поскольку, по его логике, представители этих стран лишь делали свою работу У действующего президента США гораздо больше вопросов по этому поводу к предыдущим американским администрациям В будущем хозяин овального кабинета в торговых вопросах намерен всегда ставить США на первое место Я заключу двусторонние торговые соглашения с любой страной, которая хочет быть нашим партнером И которая будет придерживаться принципов справедливой взаимной торговли Мы не будем больше заключать соглашения, которые связывают наши руки, ограничивают наш суверенитет и контроль за соблюдением норм международной торговли Интересно, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин перед участниками форума отстаивал кардинально противоположные идеи Он остается убежденным сторонником открытых рынков В настоящее время прогресс в области экономической глобализации сталкивается с рядом трудностей И одной из причин является то, что процесс глобализации не включает в себя достаточное количество стран-участниц Необходимо прилагать больше усилий, чтобы убедиться в том, что разные страны и люди из разных слоев общества могут пользоваться всеми преимуществами развития мировой экономики И тогда превосходный план станет реальностью Усилия Китая, направленные на то, чтобы сделать экономику более открытой, не прекратятся Мы будем работать вместе с разными странами по продвижению инициативы «Один пояс и один путь» и стимулировать совместное развитие Мы будем проводить политику либерализации торговли и высококачественных инвестиций Мы значительно облегчим доступ на рынки, откроем сектор услуг, при этом защищая наши права и интересы Год президентства Трампа заметно охладил деловой климат в отношениях США и Острова Свободы Это хорошо заметно на выставке, которая только что открылась на Кубе Ольга Логинова с подробностями На фоне нового витка санкций американский бизнес уходит с Острова Свободы В Гаване в ежегодной торговой выставке приняли участие лишь 13 компаний США А это почти на две трети меньше по сравнению с предыдущим годом Без сомнения, новые постановления президента США негативно повлияли на интерес некоторых американских бизнесменов к Кубе Я думаю, это очевидно. Также интерес ослабляет общая экономическая ситуация в стране Торговая ярмарка – это главное ежегодное деловое событие на Кубе, в котором в этом году приняли участие около 150 местных компаний Также был заметен гораздо больше интерес со стороны китайских и российских предпринимателей Во время оттепеля, начавшейся в 2014 году, американские компании поспешили обосноваться на Острове Свободы Между материком и островом было налажено регулярное воздушное сообщение Большой популярностью среди американцев стали пользоваться морские круизы Стремительно развивался и гостиничный бизнес На этой неделе американское правительство объявило об ужесточении правил посещения Кубы американскими туристами А также запретило компаниям сотрудничать со 180 кубинскими государственными и туристическими предприятиями Представитель Министерства иностранных дел Кубы Жозефина Видаль назвала действия американского правительства недальновидными Эти меры повредят не только кубинской экономике, государственному и частному сектору Но также и американским гражданам, которые имеют право приезжать на Кубу Практически единственную страну, куда им теперь въезд будет запрещен Эти меры будут иметь негативные последствия для американского бизнеса Который упустит возможности, которые представляла им наша страна С июня этого года, когда Дональд Трамп ужесточил порядок посещения острова А также запретил деловые отношения с военным сектором Который в том числе контролирует и гостиничную индустрию Кубы Американские компании начали покидать остров Другие продолжают отношения за закрытыми дверями Каждый день мы упускаем возможности Каждый день кто-то другой создает бренды и строит прибыльный бизнес на Кубе Новый концепт-кар Lamborghini представлен в Кембридже, штат Массачуссесс Какая связь между итальянской маркой роскошных спортивных автомобилей и лабораториями MIT Знает мой коллега Евгений Маслов Терза Милленио в переводе третье тысячелетие Новая сенсация в мире авто от Lamborghini Представители компании свою новинку с помпой официально презентовали в Кембридже Работа над машиной будущего шла совместно с технологическим институтом Массачуссесса Результат превзошел ожидания экспертов Терза Милленио напоминает чем-то космический шаттл Новый концепт Lamborghini называется третье тысячелетие не случайно Это дизайн, похоже, даже не завтрашнего дня, а отдаленного будущего Представители Lamborghini заявили, что лучшие площадки для презентации футуристического концепта Чем хай-тек конференция в Массачуссессском технологическом институте Они себе не могли и представить Инженеры, создавая концепт, исходили из того, что автомобиль будет иметь электрическую силовую установку Где на каждое колесо будет приходиться по электромотору Питание будет обеспечиваться за счет современных суперконденсаторов Шеф-дизайнер Lamborghini Митя Боркер представляет свою машину на конференции МТЭК в MIT, где собирается элита мировой науки в области хай-тек Не скрывал волнения Мы очень взволнованы тем, что представляем наш концепт-кар в одном из лучших учебных заведений планеты Для нас очень важно, что мы можем усовершенствовать бренд Lamborghini, объединив наши усилия с новаторскими идеями молодых инженеров MIT Когда наш босс вернулся с прошлой конференции в MIT, он сказал мне В следующем году тебе точно стоит приехать И для нас это было чем-то вроде вдохновения, приехать сюда с чем-то принципиально новым И я думаю, во многом эта задача выполнена Одной из уникальных современных технологий в концепт-модели стал самозалечивающийся кузов из карбона Она позволяет задействовать систему восстановления кузова, используя нанотехнологии Находить повреждения, сколы и трещины и заполнять их специальным раствором, затягивающим дефекты И это лишь один из сюрпризов Lamborghini будущего Мы открыты к сотрудничеству и новым идеям Например, если вы посмотрите на машину, то в ее обивке использовалось углеродное волокно Мы также использовали нанотехнологии И обшивка машины может, по сути, быть накопителем энергии по принципу батареи Это очень необычно Представители компании подчеркивают, что революционным дизайном хотели мотивировать инженеров В том числе и в MIT задуматься о том, какие именно технологии они хотят использовать в этой машине Идея заключалась в том, чтобы создать дизайн, который бы на несколько лет опередил существующие тенденции На 10 лет, может быть, даже на 15 Эта машина не появится в ближайшее время в автосалонах Это наша цель на будущее Мы хотим создать супермашину для будущих поколений Увидеть Терзо Милленио даже на автосалонах, очевидно, можно будет только через несколько лет Впрочем, некоторые технические решения, представленные в MIT Компания Lamborghini намерена использовать в своих машинах уже довольно скоро Евгений Маслов, Майкл Эйклс Настоящее время Кембридж, Бостон На этом наша рабочая неделя завершается Напомню, что программа «Время-деньги» выходит в эфир каждый рабочий день И поэтому прощаюсь ненадолго до понедельника До встречи В ближайший час подробно о главных сороке дня Какими они видятся из США И прямо здесь, на Таймсквер Будки идут Проект «Настоящее время Америка» Смотрите нас в кабельных сетях А также через спутники и через ваши гаджеты Смотрите нас в кабельных сетях